дорогие братья и сестры всех рад приветствовать подключайтесь потихонечку мы сейчас находимся на острове эгена в центре этого острова вместе который называется по-гречески палеохора если переводить на наш язык это старый город я как раз сейчас навел камеру нам по место где раньше находился старый город это место древности было наполнено людьми домами церквами и сейчас мы пройдемся по этим старинным местам сейчас я прям нахожусь возле храма святого харлампия сразу скажем храмы тут открытые но многие из них не действующие они интересны тем что у них находятся древние фрески 13 13 18 века это интересно посмотреть надеюсь связь будет позволять к тому некоторые есть как нам сказали действующие которых там служба совершается чуть ли там не раз год то есть понятное дело что они очень вот сейчас вот мы наводим камеру на храм святителя нектария ну вернее то храм святой троицы но монастырь который был восстановлен святитель нектарем где подчивает его святые мощи то есть это как вы понимаете совсем недалеко буквально сейчас прошел пять минут добрый день с киева добрый день с эгены сразу скажем в начале кто сейчас подключился можете сейчас присылать имена постараемся сейчас храму не подходить первый храм будет святого креста и потихонечку произносить те имена которые будете при присылать мы сейчас совершим такой крестный ход по древнему по древнему городу афины в каждом храме будем совершать маленькую молитву потому что все таки храмов тут не так мало и если будет получаться поставим свечу не обращайте внимание это не пожар это оливковые деревья ветки сжигают нормальный процесс средний патриотических странах в италии такое тоже часто наблюдается особенно в этот период добрый день из белоруссии добрый день из москвы но в общем тихонечку и же подключают подключаются первым астасия пришло первое имя и отведите мы сейчас приближаемся я надеюсь связь будет позволять еще раз говорю где-то на может прервется тогда переподключаетесь я буду переключаться к эфиру вроде я проходил вчера связь вроде позволяла ловила его час мы заходим это самое место и вот один из древних храмов который наиболее хорошо восстановила еще сохранил свое состояние это креста господня храм слава тебе боже наш слава тебе промаха еще связь может немножко прерываться северный кавказ привет родные тоже северного кавказа спаси господи люди твои благослови достояния твои победные сопротивные дары и твои сохраняя крестом твоим жительства господи помилуй молитвами причистое твоей матери святителя нектария вот вот такой у нас есть пучок свечей взяли сейчас только что в храме 100 вы нектаре освещенные мощи 100 вы нектаре с мы будем их возжигать честно только бы их открыть одной рукой все это делать не совсем удобно но мы постараемся молитвами причистое твоей матери святителя нектария и всех святых на земле сей почипы подвязавшихся господи иисусе христе помилуй нас аминь итак произносим имена анастасии ольги андрея вероники александра от раковицы елизаветы так простите меня не совсем это все удобно надежды добрый день из курска андрея людмила евгений анастасии от рака артемия воина александра маргарита от рака кирилла надежды тела болящий инны либо лишь ведмила владимира анны ольги елизаветы ольги вячеслава сергея надежды елена георгия новый день из ноябрь ска и я понимаю так это елена владимир и катерина и анны болящего младенца максима валентина болящий влияние маргариты болящий валентины и марины от раковицы дарьи татьяна евгения николая олега от рака евгений ярослава ольги лидии анастасии сергея димитрия степана елены онкоболящий влечил линцари анны ирина анны сачадами димитрия нины григория фёдора валерия дарка даниил от раковица марии от раковица анастасия за туи от раковица лариса екатерины юлия и казми нас татьяны андрея анастасия александра верду и татьяна андрея или от рака кирилла кресту твоим поклоняемся господи святое воскресенье твое славим пойдем дальше дверь обязательно закрываем храмы являются общественным достоянием но тем не менее нужно стараться сохранять их чистоте поэтому на всех дверях будет такой замок висеть небольшой щеколда и у сейчас видите мы входим собственно говоря сам город старый город поле хора находился на горе почему он находился на горе потому что то есть факт фактически это он это центр острова 7 километров от прибрежной зоны потому что в древние времена начиная с 9 века были нападения со стороны на острова 2 небольшая карта как собственно церкви тут располагаются это вот центр сама вершина мы сейчас находимся вот здесь вот и пойдем немножко по этой дороге вокруг и постараемся подняться наверх я надеюсь у нас и сил и трафика все остального хватит так вот на были набеги пиратов на остров его было тяжело защитить но вообще греции это большая прибрежная зона мы знаем тут куча островов и защищать конечно же все острова тяжело вот и вот местные жители от этих набегов переселились ближе к центру и 102 тропы если пойдем так это принципе будет старинный город смысле вот такая основная его часть там будет храм святого дионисия епископа который как раз и был кафедральным собором но я вот только что вот до этого сейчас ходил просто посмотрел храм был закрыт и вот в наизойти внутрь не получается поэтому выбрал все таки маршрут который будет более пологий и более удобный для общения так и вот местные жители как разки переселились ближе к центру острова чтобы как-то себя обезопасить но его часто если мы получится наверх поднимемся вы видите что с вершины острова с вершиной горы было видно весь горизонт приближающихся кораблей и как-то заранее можно было предостеречься если кто-то из вражеских войск приближался и таким образом практически на протяжении восьми веков местные жители обосновались именно тут в центре приборежной зоне они не находились вот первый храм который мы сейчас заходим это храм святого стефана надеюсь не правы пропадать и вот видно принципе по этому подобию будут все храмы построены такие небольшие но что интересно конечно же самое важное это что они вот по такому принципу как вот монофоне ходили так дорогие братья все стременно много пришло поэтому я сейчас могу конечно же сбиться где закончила вот давайте начнем отсюда спаси господи помилуй анастасия так это я читал уже самый низ пытаюсь опуститься путешествующий дарья димитрия аллы анны надежды болящие виктории не на валентина варьи клавдии геннадия василия ольги игоря артемия болящие дария дарья димитрия болячих александра нам each контуру тоже свечку сейчас поставим зажгем ее , святого стефана понимают архитяка на стефана скорее всего цветы архидеак не первомучениче архидеаке стефани моли бога у нас здравия болящего андрея ксении младенца михаил александр елена ирина младенца артемия алексея натальи бориса елены натальи болящего виктора бельюреческ здравствуйте виктор узнали вас татьяна надежды валентины николая ольги евгения натальи и ирины немножко сейчас вверх пошел болящий юли укрепление молящий отрицей варвары врачи светланы прощения тарковица полинарии утро к илью тарка кирилла врачи двигается мелани тяжело болящего александра сегодня еще нектаре моли бога нас александра не владимира нины наталья наталья лариса татьяны ирана серафима утро к ярослава а про карсения младенца захария александра георгия какие братья сестры чтобы помиловать семена пока я иду между дорогой лучше присылать их когда нахожусь уже в храме чтобы не получилось так что я кого-то пропущу потому что мне перелистывать чат не совсем удобно рукой и таким образом этот центр исторический существовал на протяжении практически до 18 века то есть целое тысячелетие существовал хотя в 15 веке и до него добрались то есть не только уже пираты которые грабили прибрежные зоны но мы знаем что византия середине 15 века разрушилась пала вот и на остров стали нападать сначала со стороны турков потом венецианцы захватывали этот центр тоже оставили свой тут вклад пойдем сейчас самый низ вот мы видим самом низу тут у нас спускаемся прям как на фоне тут у нас храм и она предтечи и это видно этот храм он такой полуразрушенный в него входа нет под замком там все стоит так видите каждый камешек смысле возле храма находится камешек и подписан кому посвящен храм тут написано я на продрома то есть и антрит течи древние фрески сразу мы открываем и видим святого великого мученика георгия святого я николачного творца архангел михаил вот архангел гавриил с этой стороны это уже современные иконы так опять ставим свечку зажигаем память праведного с похвалами тебе же давлеет свидетельство господне притечи показал бы связи воистину пророков честнейший якой в струях крестить исподобился изи проповеданного тем же из лично постарав радуюсь и благовестил и сущим владе бога являющегося плоти землющего грех мира подающего нам велию милость вот икона святого пророка иоанна крестителя давайте почитаем еще немножко извиняюсь если кого-то я могу пропустить сразу болящего александра александра нины владимира нины наталья наталья лариса татьяны так это я читала здравие татьяна николая сергея владислава сотрудниками галина раиса виталия елена болящая дорогицы андрианы болящего макария андрея татьяны ярослава болящий надежда болящего виктор галины Виталия катерина лиза в это марии ольги людмилы тяжелоболящий мои сочедания александра наталья сергей надежды сергея младенца роман BI forehead śva анна романа натальи болятщий размила александра алексей анастасии ксении любови тяжелоболящего александра болячей глины ковидом болящей коляси啊лександра младенца матфеева валентин александра Болящие Христины, Болящие Александры, Болящие Александры, Галины, Вячеслава. Пойдемте дальше. Святые пророчи, притейчи, Крестителю Господень и Иоанне моли Бога у нас. Давайте все-таки свечку я потушу, потому что в целях техники безопасности. И вот, кстати говоря, отсюда уже видно восстановленный монастырь Святой Троицы, который восстановил Святитель Нектарий. И храм, вот отсюда сейчас будет видно, вот видите, эти купола, вот это творение рук Господа, который через Святителя Нектария воздвигнул, воссоздал монастырь. Почему говорю, воссоздал, потому что в древности, так же, как вот эти вот храмы, тут находился, ну, в смысле, на том месте сейчас находится монастырь Святителя Нектария, восстановленный им, там был монастырь, Престой Богородицы, посвященный иконе Живоносный Источник. Он еще с 10 века был, преподобная Афанасия. Основала его, подвязалась тут, и он был разрушен. И вот в 1908 году, кажется, если не ошибаюсь, за 12 лет до своей кончины, Святитель Нектарий пришел на остров Эгина и попросил местного епископа Афинского, чтобы он благословил на восстановление монастыря. Его благословили, и он начал восстанавливать его монастырь. Но в итоге он был посвящен Святой Троице. Вот сейчас вы его видите хорошо. Саня, так интересно, что это тут соединяется. Когда идешь, чувствуешь, как будто идешь на Афоне. Вот сюда, если подниматься, сейчас наверх, там как раз и находится храм кафедральный Святого Дионисия. То есть вы сразу себе представляете, немножко я, может быть, комментировать это не буду дополнительно, но в древности тут были оживленные улицы, люди, дома. Кстати говоря, когда приехал первое разрушение, сюда внес пират Барбаросса, Красная Борода. Вот я когда в Италии бываю, от меня иногда называют Барбаросса. Вот он когда приехал сюда, разрушил дома, но церкви оставил. Тут какому-то божьему промыслу так получилось, что все церкви были оставлены. И некоторый удивительный факт про церковь сейчас расскажем, после того, как посетим мы следующий храм. Видите, они тут на каждом шагу, в буквальном смысле. Метаморфозис – это преображение, храм преображения Господня. Заходим, открываем щеколду. Помолимся сейчас и тут. Ну, вот тут у нас видно, мы сейчас зашли практически сразу возле алтаря. И вот там вот у нас фрески видны. Сейчас я сначала свечку поставлю, правда, начну именно читать, и вы внимательно посмотрите. Слава Богу, пока связь у нас не пропадает. Будем надеяться, что молитвами святителя Нектария так и продолжатся. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, святитель Отче Нектарии, моли Бога, у нас тропарь преображения. Почитаем. Преобразился, если на грех Христе Божий, показав учеником Твоим славу Твоя кожа Можаху, давай съеденным грешным, святую пресносущным, молитвами Богородицы, святодавчи. Слава тебе. Продолжаем читать имена. Александр, болящий Христина, болящий Александр, болящий Александр, Галина, Вячеслава, младенца, Матфея, Валентины. Поздравляю тяжелоболящего, младенца, Макария, Ирея, Михаила. С паствой о здравии Ярослава, болящей Нины, Евгении, Надежды, Александра, Татьяна, Людмила, Ярослава, воина Александра, болящие Валентины, о исцелении, здравии Светланы, Зои, Владимира, Ирины, Надежды, Евгения, болящие Виктории. Болящего Алексея, Мария, Михаила, болящие Антонины, болящие Дарьи, болящие Антонины, болящие Ксении, онкологически болящие Таисии, Елены, Вадима, Татьяны, Латарковица, Вероники, Младенца, София, болящие Годрак, Александра, Дениси, Иоанна, Валерия, болящие Гомакара, Людмилы, Павла, Натальи, Надежды, Сергея, Иоанна, Мумикона, Асера, Маисы, воина Александра, Ярослава, Ольги, Игоря, Артемия. Пойдем дальше, не забываем свечку потушить, потому что национальное достояние Греции мы портить не хотим. Мы сейчас идем как бы нижней такой тропой, она потом пойдет вверх подниматься. Так вот, в этом месте находилась вот в древности, вот просто можете понимать, небольшой клочок земли, это действительно небольшой клочок, его можно буквально по нашим меркам обойти, ну, если бы сейчас я не вещал, немножечко в припрыжку бежал, ну, за 15-20 минут можно обойти. Так вот, на этом месте находилось 366 тирквей, ровно столько, сколько дней в году. И получается, каждый Божий день, в прямом смысле этого слова, вернее, каждый будний день превращался в каждый Божий день. Совершались праздники. Я помню, когда-то давно один мой знакомый, маловоцерковленный, говорил, вот вы православные, вам бы что ни день, то праздник. Это действительно так. У нас что ни день, то праздник. И вот на острове это как раз таки ясно в прямом смысле воплощалось. Это Престой Богородицы, храм Феотоку. Не могу совсем прочесть. По-моему, один из основных тоже храмов был. Давайте, пойдем, помолимся. Красивая Богородица, спаси нас. Вот видно сразу древние фрески. Вполне хорошо уцелевшие. Ставим сразу же свечу. Видите, то есть мы не мы тут, не одни ходим, тут приносят ладан. Вот я, например, вчера тут сделал, когда разведку такую небольшую проходил, заходил в храмы, тут пахло ладаном. То есть местные жители приходят сюда, молятся, воскуряют фимиам. Очень почитают, конечно же, это место. И это очень радует. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святители Отчей Нектарии, моли Бога о нас. Раби Божьих, Ольги, Игорь, Артемия, Николая, Валентины, Валентина Николая, Ксении, Станислава, Ольги, Димитрия, Татьяны, Анны, Алексея, Светланы, Светлана Андрея, Андрея, Младенца Миланы, Болящая Голисея, Валерия Елизаветы. В алтарь мы, конечно, заходить не будем. Я вот видите, все алтари как бы пропускаю. Ну, не будем туда заглядывать. Это было бы неправильно. Вот Успене. Кстати говоря, ну да, видимо, Успенский храм так и есть. Елена, Алексея, Болящая Надежда, Людмила Александра, Елена, Татьяна, Андрея, Марины, Виктора, Ольги, Лидии, Бориса, Антония, Михаила, Болящей Марины, Надежды, Сергея, Александра, Ярослава, Валентина, Утрака, Матфея, Младенца Марии, Ницелина, Болящая Наталья, Утрака, Сергея, Сергея, Татьяны, Татьяны, Младенца Романа, Отраковица Фии, Галина, Раиса, Виталия, Болящая Отраковица Рианны, Болящая Отрака Макария, Отрака Максима, Отрака Петра, Елены, Болящая Людмила, Анастасия Андрея, Отрака Артемия, Отрака Ильи, Отрака Кирилла, Болящая Александра, Младенца Мелании, Отрака Киры, Анастасия Ксения, Любовь Евгения, Ирина Сосродниками, Здравия Младенца Дмитрия, болящие Татьяны Ольги, тяжелоболящие Александра Болящие Непраздновые Дарьи Здравия всех молящихся Господи Так, вот так вот Пойдемте дальше Пресвятая Богородица, спаси нас Тут икона Благовещения Современная, но я думаю, что это храм Успения, потому что основная Фреска там была Именно Успенская Во Успении мира не оставила Плохо дверь закрывается Все, закрыли Пойдемте дальше Ну вот так вот мы Сегодня крестным ходом Братья России, Украины, Белоруссии Я думаю, что И из других стран Это просто то, что я пока видел Присоединились И идем по Святыням Греции А лучше сказать по православным Нашим святыням Греции Очень любят русских людей Кстати говоря Остров Эгена В свое время был Очень как раз таки Близок Именно к России Потому что Местный Местный Первый президент Сейчас, минуточку Давайте Отдем в храм Храм Видите, прям Находится на Через буквально минуту Это великомученика Димитрия Храм Соломского Многие из нас Его любят Почитают Молятся Сразу поставим Свечку И продолжим Молитвой Святителю Отче Нектарии Моли Бога У нас Святителю Святой Великомучениче И Победоносче Святой Великомучениче Димитрия Моли Бога О нас Якупленных Свободитель Ой, нет Это Тропарь Великомученику Георгию Путаюсь Немножко Велико Обретит В бедах Типа Борника Вселенная Страста Терпче Языки Побеждающие Яку Живу Боли Его Не Зложил Ися Гордыню И на Подвиг Герзновенно Сотворив Нестора Так У Святи Димитрия Христу Богу Молись Одаровать Нам Велю Милость Святителю Мучениче Димитрия Моли Господа Бога Раби Божьих Волящий Небразной Дарьи Воин Александра Вот как раз У воина В храме Поменяем Здравие Ирины Лучяну Владимира Здравие Георгия Назария Азату И Максима Волящей Ирины Лии Андрея Домники Вероники Иолии Образумение Александра Небразной Натали О благополучном Разрешится От бремени О здоровье Надежды Андрея Лидия Андрея Натали Михаила Болящая Годи Анисия Валентина Ярослава Ольги Давайте заглянем Тут все-таки Алтарь не закрыт Поэтому думаю Ничего страшного Не будет Вот просто Чтобы вы понимали Какие приблизительно Алтари Были в древности Как их строили Кстати говоря Полчаса уже прошло Быстро Пролетело время Надежда Андрея Лидия Андрея Натали Михаила Болящая Валентина Ярослава Ольги Болящая Ольги Айказ Здоровья Анна Романа Кирилла Серафима Как Спасибо Господи Болящей Натали Вот на этом Пожалуй Становимся Святые Великомученичи Дмитрии Боли Бога У нас У нас Пойдемте Дальше Так вот Видите Храма Получается Практически На каждом шагу Сейчас Из 366 Храмов Которые были На каждый день Службы Как я уже сказал Каждый день Совершался Праздник Какому-либо Из святых Покровителей Храма И сейчас Уцелело 36 Вот Но По достоверным Сведениям Тут Находилось Вот эти 366 Храмов И 800 Домов То есть На этом Небольшом Клочке Земли То есть Действительно Человек Только Проходил 10 метров И мог Зайти в храм Вот Вот вам Пожалуйста Греция И опять Храм Святелин Нектар Я его так Называю Потому что Ну По понятное Дело Нам более Привычно Тут Мощество У Нектаря Хотя Правильнее Конечно Это Святой Троица Монастырь Это тоже Святой Троица Так вот Я стал Говорить Что Остров Эгина В одно Время Был Очень Близок К России Именно За счет Того Что Тут Находился Первый Президент Который До этого Был Вот Это Храм Святой Иоанна Мы сейчас Туда не Пойдем Сейчас Просто Обойдем Вокруг Который Был В свое Время Министром Иностранных Дел В России Это Вчера Наш Друг Близкий Виктория Она живет В Солонниках Она нам Все подробно Рассказала Про Эгину Очень много Знает Начитана Профессиональный Экскурсовод И гид И вот Она все Рассказала Конечно же Всего Я запомнить Не смог Только Основные Вот Моменты Вот Что касается Вообще Истории Эгины Не только Духовного Содержания Но и Такого Земного Характера И опять Мы подошли Это Храм Анар Анартурию Кто по-гречески Говорит Тот знает Вот Я вам Покажу Я не смогу Честно сказать Сейчас Сказать Это Святой Агио Анартурию Видимо Какой-то Святой Слава тебе Боже Слава тебе Пресвятая Богородица Спаси нас Святый Не знаю Анартурия Моли Бога О нас Тут Неполучен Свечку Поставить Потому что Песка нет Поэтому Мы так Помолимся Сейчас Без Свечи Болящей Наталье Болящего Юрия Ларисы Елены Болящей Болящей Юрия Ларисы Болящей Елены Болящей Светланы Вот Кстати Гри Епископ Этого Города Дионисий К которому Кафедральный Собор Там Наверху Находится И Улия Болящего Сергия Галины Надежды Сергия Надежды Война Александра Ярослава Ксении Марины Ильи Лидии Славы Марины Виктора Лидии Бориса Ольги Валентины Николая Иоанна Тяжелоболящей Лидии Татьяны Андрея Болящей Надежды Уздраве Исцелине Татьяны Пойдемте Дальше Щекол Надо не Набыть Тоже Так вот Много Конечно Подробностей Нам Вчера Рассказали Виктория Как и сказал Наш друг Она Живет Сама В салонниках И прекрасно Знает Историю Вообще Всей Греции В том числе Помогает Многим Паломникам Которые Приезжают На Афон Потому что Мы знаем Что салонники Это первая Точка Которую Люди Заезжают Перед тем Как поехать На Афон Я так думаю Что В описании К этому Прямому Эфиру И дам Ссылку На Ее аккаунт И кто захочет Кто захочет Приехать в Грецию Всегда Может Связаться Думаю И Обязательно Обязательно Профессионал Поможет И в плане Конечно же Святынь Которая Относит В Греции И в плане Общей истории Кому Интересует Дальше Идем Это храм Как вы думаете Кого Мы его пройти Не можем Святого Николая Правила Верни Образ Кротости Воздержание Учителя Я ведь Остан Безусловно Я же Вещей Истина Всего Ради Стижал Если Смирением Высокая Нищетою Богатая Отче Священно Начальниче Николое Моли Христа Бога Спастись Душам Нашим Святитель Отче Николое Моли Бога О нас Святитель Отче Нектаре Моли Бога О нас Спасибо Господи Помилой Здравия Татьяны Аси Ромаиса Мамиконы Оксаны Детцы Оксаны Здравия Отрока Ильи Отрока Кирилла Елизаветы Всех Самолитвенников Архимандрия Афанасия Болящий Ирина Владимир Аксения Марина Александра Ирина Евгения Ксения Георгия Ну давайте Где вот Занавецки нет Я думаю Что это Нам Некотор Даже Знак Что можно Показать Алтарь Собственно Значит Тут Как бы Сейчас Служба Не совершается Если она Будет Совершаться Конечно Будет Храм Освящаться И Все будет Закрываться Поэтому В данной Ситуации Думаю Что в принципе Нам Можно войти Сюда И показать Ангелина Праскевия Анфиса Ильи Ильи Раиса Ксении Сачатом Виктора Ирина Александра Болящая Людмила Анастасия Андрея Отрока Артемия Болящей Ольги Младенца Романа Драковица София Татьяны Евгения Болящего Евгения Наталья Надежда Сергея Отрока Ильи Елены Алексея Светланы Болящей Людмилы Так Что-то дальше Не идет Видимо Меня не перетягивает Болящая Людмила Болящая Галима Тяжелая Болящая Андрея Болящая Надежда Болящая Людмила Болящая Людмила Ирия Болящая Андрея Спаствой Ксении Валентины Отрока Кирилла Болящая Болящая Евгения Болящая Евгения Свидетель Отче Николая Моли Бога О нас Нет Это Фреска Была Христа Это Богородицы Вот Это Я так понимаю Должен быть Николай Видимо Это Современное Что-то А вот Николай Какой Замечательный Какой Замечательная Фреска Прям Надо Кого-то Вернуться Кто Успеет Скриншот Сделать Делайте Прям Вот Очень Красивая Фреска Специально Держу Вон Александр Ильи Болящие Елены Болящие Татьяны Ольги Димитрия Андрея Утрак Киры Пойдемте Дальше Вот Так Вот Ну сколько Мы сегодня Церкви Уже Посетили Я Сейчас Посчитаю По свечкам Потому что Изначально В упаковке Было 17 Я их Посчитал Может быть Даже Все Удастся Подставить Видите Видите Как Эггинцы Молились Это Принцип Олицетворения Я думаю Вообще Правильного Православного Подхода К жизни Каждому Шагу Храм Кстати Гори Это Сейчас Тоже Наблюдается Когда У Суто Спиридона Ходишь На Корфу То же Самое Не Только У Суто Спиридона Просто Я там Чаще Бывает Поэтому Сейчас К примеру Привел Вот Пожалуйста Храм Не успел Два Предложения Сказать Опять Храм Святого Иоанна Богослова Апостол Иоанн Богослов Заходим В храм Святые Апостоли Иоанне Моли Моли Бога У нас Так Сейчас Сначала Поставим Свечку Как Всегда Так Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Пресвятая Богородица Спаси Нас Святые Апостоли Они Моли Бога У нас Апостоли Христу Богу Возлюблено Ускори Избавить Люди Безответные Приемли Те Припадающие Иже Падшие На Перси Приемой Его Жемоли Богословие И на Лежащую Мглу Языков Разгнать И Прося На Мира И Вели Милости Святитель Очи Нектар И Моли Бога У нас Ольга Димитрия Андрея Сергея Эмилия Татьяна Светлана Сергея Ирина Александра Наталья Олега Андрея Надежды Марина Сергея Иоанна Татьяны Отрока Ильи Отрока Кирилла Надежды Артемия Ирина Андрея Анны Сачадами Ирина Алла Алексея Об Отсцелении Аорты Евгении Отсцелении Раба Божьего Дионисия Эфир Сохраним Обязательно У меня Уже Видимо Пальцы Воски Пуша Свечки Вытаскиваю И плохо Так Перелистывается У меня Прокручивать Невозможно 366 Очень Здравия Елены Екатерины Ильи Александра Отрока Никиты Отрока Виктория Владенца Марии Владенца Максима Анатолия Таисия Болящего Петра Перелистывать Уже Людмила Ольги Надежда Рустика Людмила Нины Нина Александра Надежда Сергея Воина Александра Ярослава Мирина Украине Илья Андрея Валящего Андрея Воина Георгия Монаха Андроника Давайте Пойдемте Дальше Монах Андроник Анисофон Или Случайно Отец Андроник Закрываем Храм Здравия Надежды Татьяна Андрея Святые Апостоли Иоанне Свечку Я потушил Не потушил Возвращаемся Не хочу быть Причиной А потом Кто-нибудь Придет Из монахов Может быть Или из местных Жителей Включит И домолится С нашей Свечой Мы Помолились И не Помолиться Так что Дорогие Братья и сестры Кто когда-либо Посетит Остров Эгина А посетить Его не так Тяжело Сейчас мы Про это Тоже Расскажем Тут Обязательно Приезжайте Сюда И уделите И уделите Своё время Пешей тропе Потому что По большому счету Сейчас мы Пойдем в гору По большому счету Это Очень Доступно И Достаточно Легко Пройти Тропу Сейчас Единственное Будем Немножко Может быть Задыхаться Потому что В гору Пойдем Знаете Этот город Напоминает Мне Мы Месяц Назад Были В городе Матера Если вы Помните Посещали И вот Там Конечно Ж Итальянцы Как-то так получилось Что город Более Сохранен Потому что Местные жители Не хотели Его покидать Вплоть до 20 века Их насильно Выселяли Оттуда А тут Все-таки Местные жители Когда опасность Прекратилась В 19 веке Сами переехали Потому что Возле моря Жить Конечно же Наверное Более проще Все-таки Если ты живешь Рыболовством Торговлей Конечно же Поближе к морю Так Половину пути Мы сделали Может быть даже больше А знаменуем это Ударом в колокол В честь Святой Троицы Агия Киряки Святая Не знаю Мучница Простите Как бы я Всех святых Древний храм Тоже Видно Фрески Свечку тут поставить Негде Татьяна Татьяна Андрея Свидетель Очень Творей Моли Бога у нас Это вот видимо Она сама Мученица Хотя по Облачению Может быть царица Иеромонаха Васильевского Так Болящий Надежда Болящий Вячеслав Болящий Годенец Людмила Нины Болящий Валентины Болящий Людмилы Царяне Наталья Болящий Надежды Зоя Владимир Надежды Александр Днин Аркадий Петра Елены Алексея Иоанн Мария Маргарита Утрак Кирилл Младушки Олеси Сочатами Болящий Ковидом Утрак Ильи Утрака Кирилла Болящий Людмилы Анастасия Андрея Утрака Артемия Здравия Ланец Романа Утрака Ицефия Анна Романа Си святей Молите Бога О нас Свидетелю Чи Нектарии Моли Бога У нас Так свечку Там не зажигал Идемте Дальше Поднимаемся В гору У нас сегодня Такой Кто на Афон Не ходил В гору Пробный Путь Поэтому Кто не знает Потянет ли он На Афоне Зайти на вершину Тот может Проверить себя Тут Это Касается Мужчин А Для женщин Это будет Прекрасное Возмещение Афонских Вот Эти Троп Они Похожи Тут Те же Самые Указатели Пойдемте Дальше Поднимаемся Вверх И довольно Таки Безопасно Тут И можно Забраться Вершина Если Не ошибаюсь 450 Метров Что-то Вот Такое Вот По-моему Самая Высшая Точка Вообще Острова Эгены Поэтому Неспроста Именно тут Поселились Чтобы Защищать Себя От Набегов С нее Было Все Видно Светочки Итак Святая Макрина Агия Макрина Сейчас Вам Покажу И Сразу Сразу Показываю Мы Уже Немножко Поднялись Немножко Дыхание Перебивается Святая Макрина Моли Бога У нас Такие Древние Храмы Сохраненные Слава Богу Сразу Поставим Одну Свечку Слава Тебе Боже Слава Тебе Святая Макрина Моли Бога Нас Святитель Учий Нектарь Моли Бога У нас Оздрави Младенцы Романа Драк Итофии Анны Романа Надежды Сергея Тебе Помоги Грешным Помоги Моих Нужных Потребностей Помоги Господь Помощи Трудной Ситуации Ирины Болящая Траковица Илисавета Андрея Ксении Младенца Михаила Надежды Младенца Дмитрия Сергея Терезболящей Веры Терезболящей Евгения В реанимации Нина Татьяна Ангелины Оздрави Татьяны Нина Сергей Наталья Борис Елена Святой Ченик Тарень Ским Моли Бога У нас Оздрави Владимира Татьяны Валентины Николая Алексея Матфея Мария Галины Нина Евгения Алексея Младенца Артемия Так вот Окно Можно Открыть И выглядывать Там Видный Работ Прекрасный Особенно Когда Молишься Анны Проведение Операция Глаза Елены Ирины Владенца Артемия Александра Елена Елена Валерия Ирины Святая Мученица Святая Макрина Моли Бога О нас Ну вот Это Агия Макрина Тут она Так и Показана Не знаю Это Мученица Была Или Преподобная Или Праведная Жена В любом Случае Святая Посвязили Храм Так Сколько у нас Ременья Я никогда Не вещал Так долго Ой Дорогие Братья И сестры Осталось 10 минут Нам до вершины Тоже Прямой эфир Могут Прерывать Нам Тут же Только Час Я совсем Забыл Я Что-то Рассчитывал Буквально На полчаса Но Оказалось По-другому Господь Усправил Мы Уже В принципе В 5 минутах От вершины Давайте Так Сейчас Будет Храм Великомученика Великомученика Мины И Потом Мы Сразу На вершину Те Кого Именно Не Помянули Кто Еще Присылает Не Переживайте Если Что То Можете Присылать Директип Уже Еще Завтра Мы Тут Находимся И Сразу Скажу Уже Завтра В это же Время В 12 Будет Еще Один Прямой Эфир Святой Великомученик Мины Храма Потом Продолжу Святому Мине Поставим Свечку Слава Тебе Боже Слава Тебе Святый Великомученич Мину Мали Бога У нас Яку Бесплотным Собеседника И Старстотерцем Единого Всельника Сушедшися Верою Мину Восхвалим Тебе Мира Мир Веспроси И Душам Нашим Велие Милости Святый Великомученич Мина Мали Бога У нас Елена Валерия Ирины Болящего Виктора Греция Весна Да Недавно Была Зима Холода Протерея Михаила Болящего Алексея Онкология Романа Виктора Иоанна Ольги Елены Присвятая Идем дальше Марины Игоря Варвары Нам до вершины Чуть-чуть осталось На вершине Сразу Забегая Вперед Говорю Храм Должен быть Святого Великомученика Это просто По карте Я смотрел Святого Великомученика Димитрия То есть Один храм С двумя Пределами И вот сейчас Мы Попробуем Все-таки И туда Успеть Батюшка Алексей Переходит На Четвертую Так О Сразу Показываю То, что Если пробежим Ничего не увидим Как по жизни Бывает Пробегаешь И ничего Не Замечаешь Так вот Завтра В 12 часов По местному Времени Ну как Сегодня Я начал Вот так же Святого Велеферия Дорогие Братья И сестры Находить Не буду Сейчас Сюда На обратном Будьте Зайду Поставлю Свечку Но Сейчас Мы Вот туда Наша цель Это И есть Храм Димитрия Георгия Завтра Будет Проповедь Именно Которая Будет Посвящена Некоторым Стизям Жизни Святителя Нектария Возле Его Монастыря Святой Троицы Фух Вот Вроде бы Вышли На вершину Вроде бы Вышли Так Сейчас Я Дышусь Видите Указатели Какие Тут Им нужно Следовать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует